МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, дворец зрелищ и спорта в Барнауле до Нового года не откроется. Спортивный объект останется закрытым еще на неопределенное время. Сегодня Краевой суд отклонил апелляцию владельца здания Крайсовпрофа. Решение железнодорожного районного суда 9 октября 2018 года оставить без изменения апелляционную жалобу ответчика Алтайского краевого союза Организации профсоюзов без удовлетворения. Дворец спорта закрыт с лета. Комиссия МЧС и прокуратура выявили в здании ряд серьезных нарушений правил пожарной безопасности. В результате по решению с железнодорожного районного суда дворец закрыли. В октябре Крайсовпроф уже пытался доказать в суде, что основные нарушения устранены, но вердикт остался в силе. Сегодняшнее рассмотрение апелляционной жалобы ситуацию не изменило. Но вот между тем закрытие спортивного объекта привело к тому, что юные хоккеисты вынуждены тренироваться в Карандин арене, которая находится на другом конце города, и добираться туда многим неудобно. Добавим, сегодняшний вердикт суда уже второй по счету не в пользу Крайсовпрофа. Теперь у владельца здания есть полгода для подачи кассационной жалобы или обращения в президиум Верховного суда. Отметим также, что прежде власти края заявляли о планах забрать и реконструировать дворец спорта за свой счет. О том, что дворец спорта не изменит своего назначения, то есть останется спортивным объектом, накануне подтвердил нашему телеканалу недавно назначенный министр спорта края Алексей Перфильев. В интервью чиновник подчеркнул, что переговоры по дальнейшей судьбе дворца спорта сейчас ведутся. Правда, пока нельзя сказать ничего конкретного, но хоккеисты не останутся без главной ледовой площадки региона, пообещал Алексей Анатольевич. Принципиальное понимание ситуации уже решение есть, поэтому давайте наберемся терпением, через какое-то время станет уже достоянием гласности. Ну хотя бы раскрыть немного, это будет спортивный объект, он останется тоже. Это будет дворец спорта, в котором будет хоккей, это самое главное. Лед заработает. Судебное разбирательство по другой, непростой ситуации. Факт у мошенничества организации «Сибирская народная казна» началось сегодня в Октябрьском районном суде. По версии следствия, ее руководитель Роман Тюленев склонял пожилых людей к получению займов под залог их квартир, а потом оставлял пенсионеров без жилья. Одна из обманутых бабушек до этого заседания не дожила. Подробнее об уголовном деле в сюжете Ирины Корчагиной. Размеренная жизнь пенсионерки Алевтина Весниной сменилась на бесконечные походы в суд. 70-летняя женщина взяла кредит под залог недвижимости в «Сибирской народной казне». А потом случайно из квитанции ЖКХ узнала, что квартира, которая когда-то досталась от завода, больше ей не принадлежит. До 30 апреля 2019 года она должна покинуть жилье. Такую же сделку купли-продажи оформили и другие участники сегодняшнего процесса. Их пять – все пенсионеры. Они поддерживают версию свою, что мы добровольно все продали квартиры, получили деньги, хотя никто денег никаких не получил. А эту пенсионерку уже выселили из собственной квартиры. Галина Макарова взяла кредит в той же микрофинансовой организации на 700 тысяч рублей. Сегодня в суде тот самый руководитель «Сибирской народной казны» Роман Тюленев. Он был задержан в начале марта в Новосибирске. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Известно, что ему 35 лет, окончил 11 классов. Обвиняется по статье 159 Уголовного кодекса. По самым скромным подсчетам, он мог присвоить себе квартиры на сумму более 7 миллионов рублей. Сегодня нам стало известно в судебном заседании о поступившем ходатайстве, потерпевшей Раскольниковой из города Новосибирска, где до сих пор не могут возбудить уголовное дело в отношении того же подсудимого. Факт того, что в другом регионе аналогичные произошли происшествия, обстоятельства, об этом стоит задуматься. Впереди больше 10 встреч в суде. График заседаний расписан до февраля. Алевтина Веснина верит, что к тому времени Тюленеву назначат наказание и ей вернут квартиру. А значит, не придется выселяться в апреле. Юристы же пока не уверены в победе на 100%. Если судья признает Романа Тюленева виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Эксперты говорят, что только в Барнауле за последние несколько лет десятки людей заявили, что они пострадали от микрофинансовых организаций. А ведь некоторые жертвы так называемых «быстроденег» просто боятся идти в полицию, ожидая расправы. Их число неизвестно, но, как правило, это пожилые люди. Ирина Корчагина, Николай Шелко. Наши новости. Тем временем, по разным оценкам, уровень закредитованности населения Алтайского края составляет 26%. То есть более четверти жителей нашего региона не справляются с оплатой своих банковских займов. Хуже обстоят дела в других регионах Сибирского федерального округа. 27% закредитованности отмечается в Республике Алтай, 31% в Кемеровской области, 34% в Новосибирской. Всего же, по данным Центробанка, в этом году жители Алтайского края взяли кредиты на сумму более 150 миллиардов рублей. Это почти на 30 миллиардов рублей больше, чем в 2017-м. Кредитная задолженность средней семьи из нашего региона составляет 166 тысяч рублей. К другим темам. Возраст выхода на социальную пенсию для граждан, которые не выработали необходимый стаж, может быть отсрочен на 5 лет. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной изменениям пенсионной системы. Напомним, в соответствии с новой пенсионной реформой, возраст выхода на трудовую пенсию повысился на 5 лет и составил 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Переход на новые сроки поэтапный начнется в 2019-м и завершится в 2028-м году. Так, для 36 тысяч жителей региона, которые по прежним условиям должны были уйти на пенсию в следующем году, срок выхода на заслуженный отдых сдвинется лишь на полгода. На людей предпенсионного возраста, подчеркнули в краевом отделении пенсионного фонда, также распространяется ряд льгот. Работодатель не имеет права лицо предпенсионного возраста уволить без надлежащих на то основания. Лицо предпенсионного возраста в течение 5 лет имеет право раз в год в течение двух дней воспользоваться бесплатным правом на доп. отпуск для диспансеризации. Налоговые льготы для категории пенсионеров и предпенсионеров. Глава регионального отделения пенсионного фонда отметил, что повышение пенсионного возраста позволит обеспечить ежегодный рост пенсии для неработающих пенсионеров за счет индексации. Сейчас средний размер пенсии в нашем регионе 13 тысяч рублей. Однако не исключено, что в будущем для людей, которые не выработали необходимый стаж и раньше могли рассчитывать на социальную пенсию, такая выплата может быть сдвинута сроком на 5 лет. То есть женщины уйдут на пенсию в 65 лет, а мужчины только в 70. Первая заправочная станция для электромобилей появилась в Барнауле. Владельцев электрокаров в краевой столице единицы. По некоторым данным 15 машин. Однако, по мнению тех, кто установил эту заправку, она будет востребована. Первая заправочная станция для электромобилей установлена на выезде из Барнаула по направлению в Новосибирск. К слову, в культурной столице Санкт-Петербурге подобных заправок более 50. Но и на территории Алтайского края развивать эту сеть необходимо, уверены представители компании, которые занимались установкой. Заправлять свои автомобили владельцы электрокаров в течение года могут совершенно бесплатно. 40 минут времени и транспортное средство вновь готово к эксплуатации. Известно, что уже в следующем году в Барнауле появится еще одна подобная станция. После электрозаправку планируют установить вблизи сросток. Елена Кузовкина, Наши новости. Модернизация сферы ЖКХ Змейногорска началась несвоевременно. Такую оценку причин проблем в теплоснабжении города дал председатель Краевого законодательного собрания Александр Романенко. Напомним, с приходом холодов в Змейногорске произошло уже несколько серьезных аварий на коммунальных сетях. Жители оставались без отопления и водоснабжения несколько дней. В городе работала специальная комиссия, а следственные органы возбудили уголовное дело. Часть домов, как рассказывают местные жители, до сих пор слабо отапливаются. Температура в квартирах не поднимается выше 17 градусов. Александр Романенко, чьим депутатским округом является Змейногорск, причину объясняет так. В этом году городу выделили более 200 миллионов рублей на переоснащение сферы ЖКХ. Закрыли шесть старых котельных, открыли одну новую модульную. Но при переподключении изношенные сети не выдержали и начали рваться. По мнению законодателя, работы нужно было проводить летом, а никак не зимой. Решение о начале переподключения в холода, рассказал Романенко, приняли муниципальные власти. Добавим, что подобная модернизация относительно успешно уже прошла, к примеру, в Локтевском, Третьяковском, Шипуновском районах и Олейске. Две недели остается до вступления в силу нового мусорного закона, который принципиально меняет систему утилизации отходов. Но уже к 15 декабря все потребители должны заключить договоры на вывоз мусора с региональным оператором. В отличие от ТСЖ и управляющих компаний, большинство организаций до сих пор этого не сделали. Но оплачивать счета им все равно придется с 15 числа. Об этом рассказали представители одного из регоператоров на презентации нового оборудования полигона бытовых отходов. Машина заезжает, я ее взвешиваю, вес сохраняется. Она едет, разгружается, на обратном пути возвращается, я ее взвешиваю, они рассчитываются и уезжают. За час такие специальные весы способны пропускать около 30 машин. Обещают в ближайшее время, усовершенствовав систему, повысить результат в два раза. Установка весов – прямое требование закона. Без них рекоператор не имел права начать работу на территории Барнаула. Кроме того, система взвешивания должна решить одну из давних проблем. Если вы все помните, отходы, поступающие на объект захоронения, принимались в кубах. И всегда возникал вопрос, какое же количество отходов де-факто поступило на полигон. То есть граждане были сомнения по количеству отходов, по качеству и по цене за данную услугу. Точный объем мусора уже в следующем году позволит скорректировать тарифы, сделав их более объективными. Станут ли они при этом меньше – неизвестно. Должны накопиться данные для анализа. Также мусорная статистика поможет, по словам специалистов, уточнить объемы переработки для точного расчета мощности будущего мусороперерабатывающего завода. Он должен появиться рядом с Барнаулом в ближайшие годы. Анастасия Бертенева, Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. В Заринском районе начали строительство спортивной деревни в поселке Тигун. Там проложили первые коммуникации, оборудовали по всем правилам трассу с подъемником. Правда, добраться до будущего Алтайского Шерегеша пока не так-то просто. Любишь лыжи, люби машину толкать. Снега предостаточно, дороги поселковые. Каждый выходной их протаптывают десятки людей с Алтая и Кемерово. Тяжна тропа ведет через деревню прямо в лес. Здесь такая природа и сервис хороший. Вкусная еда, хорошие люди, много тренеров, которые могут научить вас кататься. Ручки согнуты в локтях, вес на две ноги раз придется. Капли согнуты в коленях. Раз, два, три. Едешь. Курс из восьми занятий – 10 тысяч рублей. Илья в ранге опытных. А пока новичков большинство. Первые шаги на лыжах и сноуборде делают на этой трассе. 1200 метров есть подъемник относительно пологий склон. Тем не менее, построенный по мировым стандартам, он привлекает и опытных спортсменов. Я думаю, что до 60 километров здесь скорость будет точной. Может и больше. А в планах несколько склонов. К трассе с пересеченной местностью в 24 километра прибавить круг еще в 40. Ставка на профессиональных спортсменов. Уже через месяц откроют трассу с лоб стайла для экстремалов. Два трамплина, труба сосиска и гофра, угловые перила. Все это ближе, чем Шерегеш и дешевле, чем Барнаульский авальман. Прокат лыж стоит 120 рублей в час. Ну и подъем, разовый подъем стоит 40 рублей на час, стоит 200 рублей. Для комфорта посетителей здесь работают кафе, камеры хранения, хостелы. А к 2022 году здесь должна появиться целая спортивная деревня. Коммуникации первые проложены, водоснабжение, канализование на локальных участках. И сделаны те трассы, которые есть, но и подъемные. Это только начало-начал. Есть план развития на следующий год. Гостиничный комплекс будет строиться с инвесторами уже согласованное финансирование. На сегодня порядка 120 миллионов вложений уже сделано и освоено. Территория тягуна вырастет на треть. Для любителей активного отдыха и спортсменов. Тренировочные базы будут работать круглый год. Но чтобы воспользоваться услугами кластера, людям прежде всего нужно к нему добраться. И здесь встает вопрос инфраструктуры. Пока что ее нет. Даже губернатор Крайвик Тортаменко предпочитает ездить в таёжный кластер на электричке. Анастасия Драган, Николай Шелко. Наши новости. Ну а в Барнауле уже открыли более 70 елочных базаров. Как правильно выбрать лесную красавицу, когда выгоднее приобретать главный символ года, выясняла наша съемочная группа. И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла. Прямо из горного Алтая и нескольких краевых лесничеств. В продаже почти 40 тысяч новогодних деревьев. Кстати, елочек вы не купите. В ассортименте преимущественно пихта. Только пихта, да. Елки не возим. Елки находятся в Красной книге. Привозим пихту. Пихту привозим, потому что она запашистая. Иголки у неё длинные. И покупателям очень сильно нравится. Купить новогоднюю красавицу можно и за 500 рублей. Вот такую. Не очень высокую и не пышную. Если вы хотите пихточку под потолок, придётся выложить 2000 рублей. Вы планируете покупать елку к Новому году? Да. А в какую цену вы готовы купить её? Ну, не знаю. 2000 это и там. Понятно. А недорого считаете? Нет. Ну, я вот купила вот такую маленькую рубль за 200. За её 400 просят. Это же отдурить вот такая елочка 400 рублей. Смешно? Смешно. Чтобы главный символ Нового года простоял как можно дольше, при покупке необходимо обращать внимание на состояние веток. Они должны быть гибкими. Хвоя ярко-зелёный и ароматный. И, кстати, если кто-то думает, что купить ёлку за несколько часов до Нового года можно будет со значительной скидкой, тот ошибается. Продавцы заверяют, за копейки ёлочку не отдадут. Не знаю, как вы, а я свой выбор сделала. Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости. Ну что, ёлочка вам нравится, нет? В завершении выпуска о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов Трофей. Многие мужчины мечтают о Трофее. Трофей знает толк в подарках. В крае переменная облачность, местами снег. Днём минус 12 прогнозируют в Миногорске и Тальменке. Около 15 градусов мороза в Алейске. В Барнауле ночью до минус 16, днём 11 ниже нуля. И умеренный юго-западный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле прежней 722-440. У меня на этом все новости. До встречи. Ну что, ёлочка-то вам понравилась, нет?